Демонстрация экрана. Демонстрация экрана. Демонстрация экрана. Половина не дошла, было 41, не дочистила зубы, еще 20, 23 пришло. 24, 47, 2 минуты, а начинаем. Хорошо. Демонстрация экрана. 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 Приносить секунд. И, remember, I'll do this. Because it's the same. It's not difficult. Yes, YouTube. YouTube. потому что все остальное это как-то странно, а YouTube он не висит, вот сколько я посмотрел, я когда болел ковидом, заразился от пациентов на самом раннем этапе, хотя, собственно, и работал в скафандре, вот в полном вот этим сизо, то есть это и капюшончик, и две масочки, и очочки были, то есть у меня вот голого тела не было, руки закрыты, бахилы одеты, вот все равно заразился, потому что было очень много больных, вот, в том числе вот в инфекционной клинике, где были красная зона, в красную зону ходил, так вот, за эти 40 дней больничного листа я посмотрел, что-то какое-то безумное количество лекций, дома делать нечего было, что-то я посчитал, 160 или 170 лекций, и самая стабильная работа была YouTube, кто пользовался другими площадками, то все время зависало, а YouTube, наверное, самый мощный, поэтому вот я решил, и вот русский медицинский журнал, он тоже на YouTube, и так, а мы с вами переходим к нашему спинному мозгу, нашему спинному мозгу, он заканчивается на уровне L1, L2, поэтому я могу пунктировать пациентов, начиная с уровня L2, L3 и ниже, он маленький, тоненький, вот, но от них, от него отходит в шейно-грудно-поясничном и крестцовом отделах, от него отходит большое количество спинномозговых корешков, из которых образуется сплетение, шейное, тазовое, и из них образуются уже нервы, которые идут непосредственно к различным мышцам и к коже. Спинной мозг, так как он заканчивается на уровне L1, вот здесь заканчивается спинной мозг, вот, а корешки все равно продолжают, продолжают спускаться вниз и выходят вплоть до сакральных сегментов, которые иннервируют пахово-мошоночную зону и при патологии появляется седловидная анестезия, а спинного мозга нет, а вот этот конский хвост, так называемый, висит и потом проходит между позвонками, специальных отверстий, где, собственно, может сдавливаться в грыжеме дисков. Спиной мозг кровоснабжается от аорты, схема кровоснабжения есть в учебнике, вот эта самая большая артерия называется артерия Данкевича, она дублируется двумя нижней и верхней дополнительными радикулами, дулярными артериями, то есть в случае выключения одной артерии идет кровоснабжение, дублирующаясь с другой, в головном мозге совершенно другая система кровоснабжения, вот поэтому в головном мозге, собственно, потому инфарктов-то и больше, а в спинном инфаркта редко-редко, а спинальные инфаркты, знаете, у каких животных самые частые, у собачек, вы могли видеть их, если пока их не усыпят, несколько недель они еще живут, собачки с парализованными ножками, с нижним спастическим парапорезом, когда собачка не может передвигать две ножки, и вот эти вот несовершенства строения позвоночника у животных, у собак в частности, и, собственно, у них появляется этих инфарктов спинного мозга гораздо больше, у человека и практически не бывает. Такие авторы для подготовки, а помните, я вам говорил в истории, в лекции по истории неврологии, что самая легкая, не перегруженная топика, это топика Триумфова, автор Триумфов, а более подробное с детальным, с детальными сообщениями по локализации нервы и анатомическими особенностями, это у Александра Анисимовича Скоромца, и в библиотеке нашего вуза и на просторах интернета есть и кто-то другой, то есть топик из Скоромца, топика Триумфова. Соответственно, сегментом спинного мозга у человека эти корешки иннервируют кожу тела, как показано на рисунке. И когда я хочу проверить работоспособность корешков спинного мозга, ну, в частности, например, не сдавлена ли грыжей диска какой-то корешок, и проводя иголкой от плеча до руки, С4, С5, С6, С7, С8, 8 сегментов, но 7 позвонков, Т1. И потом вниз по ноге, причем здесь, здесь L4, внутренняя поверхность голени, а наружная L5, сзади S1. И на основании иголочки, если верить субъективного чувства пациента, то тогда я могу сказать, какой корешок поражен. А точно так же мне может подсказать пациент. Он, например, скажет, да, вот этот, например, дяденька, повернутый к нам задом, да, у него есть красная зона S1 и S2. И, например, пациент приходит и говорит, у меня боли в пояснице, локализующиеся в пояснице и ирдирующие по задней поверхности, там какой-то правой, например, ноги. Я сразу же понимаю, что это корешок S1, что он сдавлен грыжей, которая находится между L5 и S1 позвонком. И, собственно, прицельно туда делаю рентгенограмму, или на МРТ ищу эту грыжу, потому что грыжа может быть в одном месте, а корешок болит в другом месте. И операция в этом случае не нужна, потому что грыжа в месте боли нету, да, и чтобы не было ошибки, для этого существует специальность неврология, дабы посмотреть, что грыжа в одном, и она асимптомная, а боль-то есть совершенно в другом, где никаких грыжей нету, да, чтобы не отрезать то, что, собственно, не болит. Вот, собственно, зачем нужна вот эта штучка. Еще зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы, когда я ищу уровень поражения спинного мозга при спинальной опухоли, я иголочкой провожу от C3 до, собственно, L1. И на каком уровне, сказал пациент, оп, я перестал чувствовать иголку, перестал чувствовать раздражение, на вот этом уровне, я предполагаю, что, наверное, у него здесь локализуется как раз опухоль спинного мозга, что спинальные расстройства, они пошли вот с этого уровня. Вот, но это закон расположения проводников, а когда к вам придет пациент с истерическим заболеванием и будет предъявлять какие-то расстройства чувствительно, то он на этого полосатого человечка не будет похож. Он будет предъявлять какие-то расстройства чувствительности по любому другому выдуманному им типу пациента. Вот так выглядит спинной мозг на срезе. Это серое вещество, где локализуются моторные нейроны в передних рогах, чувствительные нейроны в задних. Это задние и передние спинномозговые корешки, а он вместе объединяется в полностью, собственно, спинномозговой корешок, который сдавливается. Вот этот отдельно чувствительный, афферентный и двигательный эфферентный сдавить невозможно, а сдавливается вот как раздражение диска уже объединенный спинномозговой корешок. Просто спинномозговой. Он бывает передний, задний уже к мозгам подходит. А это гангли, где находятся псевдоуниполярные нейроны чувствительного пути, которые мы с вами рассматривали на предыдущих лекциях. Передние, задние, боковые вегетативные рога спинного мозга. Боковой канатик, передний канатик, задний канатик голый и бордахом. Утолщение у стынного мозга 3. Зачем? А зачем шейное и поясничное? Так, а очень просто. Потому что в шейном утолщении находится обилие моторных нейронов, потому что находятся руки, где очень много мышц, и ими надо управлять. Клеток много, соответственно, в этом месте шейный мозг толстый. Называется шейное утолщение. А в поясничном утолщении находится большое количество мотонейронов для мышц нижних конечностей. Ими надо управлять, потому что там утолщение. Понимаете, что в грудном отделе там управлять можно только межреберными мышцами и длинными разгибателями спины, которых меньше, чем в мышцах конечностей. Например, руки могут различное количество мелкой моторики выполнять, а мелкая моторика для межреберных мышц не нужна, потому что, собственно, здесь спинной мозг и не толстый, толщения нет. В белом веществе идет обилие трактусов. Мы с вами рассмотрели схему проводников болевой, синенький, глубокой чувствительности, зелененький, через таламический триггер. Пришла ко мне вчера в частную поликлинику пациентка. Пришла пациентка, у нее в течение где-то десятка лет повреждение полиартрит, повреждение всех суставов, подтвержденное на магнитно-резонансном исследовании, где пишется, что все фасеточные суставы, фасеточные суставы – это позвонок, позвонок, между ним находятся четыре суставчика, и так с каждым позвоночком. Все эти фасетки раздуты и деформированы. Плюс уже есть боль в коленном, тазобедренном суставах. И пациентка говорит, что мне больно везде, я использую различные анальгетики. Мочевая кислота низкая, то есть это не подагра. Я наблюдаюсь у ревматолога. Илья розеток не обнаружена, то есть это не ревматоидный полиартрит, это другой какой-то артрит, то есть вяло текущий, без поражения внутренних органов. Просто полиартрит, но это деформация всех суставов. Пациентке было чуть больше 50 лет. Вот, и эта пациентка говорит, Павел Владимирович, я пришла к вам, что может быть у меня новое лекарство, какой-то, а, Терафлекс, да, хондропротектор, конечно же, да, я принимаю все, что я могу сказать вот этой пациентке, зная ту схему, которую я вам читал накануне, вот читал накануне, как раз пациентка вчера приходит, и что, то есть она ждет от меня название еще одного нестероидного противовоспалительного препарата, НПВС, который вдруг ей наши новгородские доктора забыли назначить. Сейчас я ей назначу новый Дексалгин или Кетарол, или Сургам, эндомитоцин, диклопинак назначу, да, Аркоксию, там, какой-то НПВС, вот я перечислил кучу НПВС, какой-то препарат я назначаю, и она, значит, уйдет счастливой, и у нее все это вот деформированные суставы по всему организму, полиартрит исчезнет полностью. Может, это вообще болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилоартрит, у нее между позвонками есть выросты скобок, швартов или остеофитов, которые замыкают между двумя позвонков, замыкаются, и больно, пока они не замкнули данный позвоночный двигательный сегмент, они замыкают, а потом перестают болезнь. Так вот работает болезнь Бехтерева, предполагаю. Что я мог сказать этой пациентке? Я мог ей уменьшить боль не за счет влияния на рецепторы, то есть анальгин, новокаин, ой, новокаин в смысле, новокаин, анестезин, миновазин, например, тоже, не на уровне действия на спинной мозг, ну, например, препарат Сирдалут, не на уровне центрального головного мозга, то, например, это будут различные опиоидные рецепторы, которые действуют. Я ей предложил снизить, повлиять на эмоциональную составляющую боли, то есть на таламус, на вот этот триггер боли, про который мы с вами говорили, то есть получается как минимум противотревожное средство, как максимум антидепрессант, потому что хроническая боль вызывает депрессию, депрессия вызывает хроническую боль, все это настолько перемешано, что антидепрессант, безусловно, здесь имеет место быть. Вот я и назначил в качестве проб терапии противотревожный препарат, кроме вот ревматической терапии, которая получала противотревожный препарат, и посмотреть, что если повлиять на вот эту антиноцецептивную систему, противоболевую систему, которая у нас есть в организме, и если на нее повлиять, то тогда можно, собственно, здесь снизить уровень боли, потому что она сказала, не вылечи суставы, а боль убери, суставы ты уже не изменишь. Вот что можно, собственно, из этих знаний получить какую практическую выгоду. Второй путь, это более чувствительное, это кортика мышечный, который мы с вами рассмотрели в прошлой лекции. Закон эксцентрического расположения проводников мы тоже с вами говорили, при движениях то же самое, нога находится снаружи, и в том случае, если пациент жалуется, что у меня сначала парализовало ноги, а потом через 2-4-6 недель параличи поднялись уже вверх к рукам, то тогда мы понимаем, что это экстрамедулярная компрессия спинного мозга, то есть экстрамедулярная опухоль, например, доброкачественная липома спинального канала. Она операбельна и полное восстановление. Если пациент сказал, что сначала парализовало руки, а потом я ходила после паралича в руках, а потом уже, собственно, и парализовало ноги через месячишко, например, мы понимаем, что здесь идет речь об инфильтративном росте опухоли, идущим из спинного мозга наружу, то есть получается интрамедулярная компрессия бокового канатика. Понимаем, что этот пациент неоперабельный, уже на опросе осмотрен, уже на этом этапе это уже ясно, и мы отправляем его все равно на нейровизуализацию, на МРТ, но нам уже, в принципе, уже известно. Сейчас мы с вами рассмотрим синдромы поражения поперечника спинного мозга. Частично они теряют свою клиническую значимость, потому что есть нейровизуализация, все можно перефотографировать, но дело в том, что некоторые образования настолько маленькие, что уже не поймешь, собственно, кто где поврежден. Зачем мне нужно знать, вот эта точка поражена или в 3 мм от нее, боковой ли это канатик или это передний рук, какая-то разница. Ну да, для того, чтобы назвать заболевание, да, например, это будет болезнь альфа-мотонейрона, боковой, например, бас, да, а это будет с давлением опухолю спинного мозга, то есть разные, например, названия болезни, или сиринга миелия, сиринга бульбия. Но дело в том, что если разные названия подразумевают разную терапию, разный прогноз, поэтому вот эти точки, они ставятся для того, чтобы определить, какое все-таки заболевание у человека, какое назначим лечение и какой прогноз. Поэтому мы с вами это изучаем. Вот. При поражении спинного мозга могут возникать и возникают в большей своей части тазовые нарушения. Тазовые нарушения бывают по центральному типу, задержка мочи, недержание мочи и позывы, ложные позывы. И периферический тип, когда не работают сами, собственно, нервы, непроводники, а нервы не работают, тогда возникает задержка, истинное недержание и парадоксальное ишурие. Мы сейчас с вами довольно быстро рассмотрим клинический синдром поражения спинного мозга на различных его уровнях. Выше шейного утолщения, на уровне шейного утолщения, между шейным и поясничным утолщением, на уровне поясничного утолщения и ниже поясничного утолщения. Синдром конуса, пиконуса конского хвоста. Все есть в учебниках. Итак, синдром поражения спинного мозга выше шейного утолщения. Не работают все проводники ко всем альфа-мотонейронам. То есть шейное утолщение и поясничное утолщение не получают нисходящего влияния из мозга. Поэтому будут парализованы и руки, и ноги, что по-латински называется тетра. Четыре плегия не работает, ноль баллов. Тетра парес или тетра плегия. Тетра парес это частичная слабость, плегия это полная слабость, ноль баллов. То есть движения нет вообще. Тетра парес, тетра плегия. Нарушение всех видов чувствительности ниже уровня поражения, как вы понимаете. То есть если мы перерезали спинной мозг, то ниже никакой чувствительности не будет. Поэтому нарушение всех видов чувствительности. Это было раз, раз было. То есть первое, парезы, тетра парес. Второе – это нарушение всех видов чувствительности. И третье – это нарушение функций тазовых органов. И, собственно, по этой схеме мы сейчас абсолютно пройдемся по всему спинному мозгу. Нарушение дыхания здесь будет точно так же. На уровне шейного утолщения. Чем это отличается от предыдущего уровня? А дело в том, что поражены сами сегменты. Поражены передние альфа-мотомейроны. Если это альфа-мотомейрон, это периферический паралич. Значит, в руках будет периферический паралич. А в ногах, потому что проводники, будет спастика центральной. Поэтому будет верхняя вялая пара плегии или парапарез и нижний спастический парапарез. Нарушение два. Нарушение чувствительности ниже уровня поражения. Тазовое расстройство. На первом этапе пациент может сказать, что были стреляющие боли в руках. Корешковые боли. Тот момент, когда альфа-мотомейрон и чувствительные ядра чувствительного пути второй нейрон в задних рогах еще полностью не работали. А вот они пытались уже умереть, уже погибнуть. На этом этапе возникают корешковые боли. То есть поражение нейропатическая боль, поражение корешка и будет болевой симптом. Пациент сказал, стреляла, а потом руки повисли. Руки повисли. Мы можем понять, что это какой-то процесс на уровне шеи. Это Клод Бернар Горнера. При поражении С8Д1 возникает птоз миоза-энафталин. Птоз. Немножко неполный птоз, конечно, не полностью вверх опустилась. Это не третий нерв, чтобы полностью птоз появился. Это чуть-чуть. Птоз миоз, зрачок сужен. Здесь пошире, здесь поуже. И анафталин. Глазное яблоко за счет уменьшения симпатической иннервации ретро-бульбарной клепчатки немножечко западает. То есть левый глаз здесь более выпуклый, а правый глаз чуть-чуть вдавлен. Насколько это заметно, чуть-чуть. Это симптом очень неяркий. Итак, птоз миоза-энафталин. Синдром Горнера. Грудной уровень. Руки не задействованы, поэтому руки будут интактны. Поэтому будет только нижняя спастическая парапорез или нижняя спастическая параплегия. Тазовое расстройство, нарушение всех видов чувствительности. Сегмент спинного мозга там, где произошло сдавление. Там могут быть корешковые опоясывающие боли. Эти пациенты могут попасться в хирургию до того, как их парализовало с опоясывающими болями. Много их? Нет, конечно, их очень мало. Больше всего людей с панкреатитом. Потому что водка продается, толстых людей много. Поэтому панкреатит, конечно же, гораздо чаще, чем корешковые опоясывающие боли при поражении спинного мозга. Но один, ну, на сколько там, на 500, на 1000 пациентов в хирургии таких проходит. То есть пациент с опоясывающими болями попал в хирургию, а потом хирурги ходят вокруг него, вокруг да около, потому что анализы нормальные, живот нормальный при пальпации, никаких перитениальных щетки на Блюнберга нету. А, значит, пациент жалуется на острые стреляющие. Невропатолог здесь появляется на том этапе, когда человека парализуют, и уже становится ясно, что это что-то другое. А это была просто первая фаза корешковой опоясывающей боли. Следующее, поясничное утолщение. Руки интактны, как я напоминаю, чувствительные расстройства как были, так и остаются. Тазовые как были, так и остаются. Остался первый, значит, вопрос, что же парализовано. Если у нас парализовано, собственно, поражено само утолщение. Поражены двигательные клетки, периферический парез. Значит, это будет вялая, периферическая, нижняя, только ноги. Нижняя, вялая парапрегия. Нижняя, вялая парапрегия. Нижняя, вялая парапрегия. Дальше идут более редкие симптомы эпиконуса-конуса. Конского хвоста. Конский хвост я вам показывал, что это выросты спинного мозга в виде корешков. Когда заканчивается спинной мозг, после уровня L1 свисают вот эти вот нити, филии или конский хвост или корешки. И далее идут межпозвонковые отверстия, соответственно, своему сегменту. Так вот, если там есть какая-то киста врожденная, или там был гнойник уже в взрослом возрасте, да, или появилась какая-то опухоль, то пациент пожалуется на корешковые боли, тазовые нарушения, седловидную анестезию, и могут быть поражения стоп. Вот так вот пациент с синдромом конского хвоста выглядит, подняв заднюю часть, потому что так меньше болит. Ну и, собственно, синдром Броун-Цикара, про который мы с вами говорили, синдром передней серой спайки. Пожалуйста, ребята, не отключайтесь, а я сейчас переключу на лекцию по мужичку. А вы, пожалуйста, не отключайтесь от данной презентации. Сейчас я просто выключу, поставлю следующую. Хорошо? Да-да-да, хорошо. Видна новая презентация? Ну, давайте, поехали до 10-25 минут, когда у нас будет переключение на ссылку номер 3, у нас осталось 10 минуток. И за 10 минут мы с вами начнем последнюю сегодняшнюю лекцию. Лекция будет про паркинсоников, про поражение подкорки, про мозжечок. Подкорковая система, или когда вы говорите, например, в обиходном режиме, говорите, я думаю на подкорки, но это обывательское выражение, потому что анатомически в подкорковых структурах там расположена совершенно другая система, не той, в которой мы думаем, а той, в которой мы двигаемся. Там располагается стриополидарная система, которая отвечает за совершенно другие функции. Собственно, мы сегодня с вами их и рассмотрим. Мы с вами уже поговорили в предыдущей о пирамидной системе, которая отвечает за движения произвольные и непроизвольные. Существует точно так же экстрапирамидная. Ну и считается, что кроме пирамидной, экстрапирамидной, есть еще периферическая нервная система или конечный путь. То есть все равно через нервы все реализуется. Через нервы имеется в виду ночевой, боктевой, бедренной. Не нервы в понимании невроза, а вот такое вот. И какая бы система мозга не работала, в итоге сигнал придет на нервус вагус или, например, на лицевой, тройничный, любой другой нерв, двигательный или смешанный. В экстрапирамидку вы, когда проходили анатомию и патанатомию, вы изучали, что туда кроме вертикулярной формации входит еще красное ведро, субстанция нигра, каудатус хвостатая, субталамические льюисы и энтикулярные, ну, плюс лентикулярцы. Они выглядят в топическом атласе именно вот так вот. Самые главные функции я вам указал. Стреополидарная система, экстрапирамидная система участвует в обеспечении поддержки тела под действием гравитации и дает ему возможность двигаться и совершать сложные двигательные акты. Здесь я указал три основных. Мы с ребятами на занятиях рассчитывали до семи функций экстрапирамидные, но самое главное, что она помогает нам поддерживать форму, то есть мы встаем и с вами на линейке держим свое тело ровно, а не лежим как пуль с костями и мышцами. Мы поддерживаем форму и можем, несмотря на гравитацию, еще и двигаться сложными двигательными соотношениями между мышцами. Какие-то расслабляются мышцы, другие мышцы сокращаются, кто-то больше, кто-то меньше. И как раз мы, причем не думаем в этот момент, мы в это время заняты совершенно другими идеями. Это как раз подкорковая система, экстрапирамидная, она же стреополидарная. Эта система работает, чтобы помогать нам двигаться. То есть я еду на велосипеде, в это время говорю с кем-то по телефону и пытаюсь, чтобы не упасть с того же велосипеда. Экстрапирамидка меня везет на велосипеде, а говорю я уже на сознании. То есть здесь подкорка везет на велосипеде. Или я еду каждый день на автомобиле, еду на работу. Меня везет тоже стреополидарная система, которая уже привыкла на какие педали сжать, куда глазами что поворачивать, какие ручки где крутить и так далее. А я в это время могу думать совершенно о своем. Триополидарная система. Как у любой системы, как у любого органа, существует два синдрома. Это все очень просто. Какой бы вы не изучали орган, какой бы вы не изучали систему, все время существует два варианта. Это синдром выпадения и синдром раздражения. Два варианта. То есть третьего не дано. Третьего не дано. Выпадение. Акинезия. Движения не будет. Раздражение. Наоборот, будут насильственные движения. Будут гиперкинезы. Ну, это если говорить не про экстрапирамидную систему, к синдрому раздражения точно так же будет относиться психомоторное возбуждение или эпилептические синдромы. Кроме гиперкинеза. А для экстрапирамидной будут относиться только гиперкинезы. Так выглядит взаимоотношение экстрапирамидки с другими ядрами. Все ядра между собой взаимодействуют не только на основании электрических импульсов, а они взаимодействуют еще при помощи нейротрансмиттеров. То есть, это вещества, которые переносят между различными образованиями стриополидарной системы, переносят электроэлектрический импульс. Или какой-то тонус же создавать надо. Поэтому определенная концентрация веществ. Если данного вещества становится в организме мало или много, то появляется болезнь дефицитарная. В случае нехватки серотонина, норадреналина или дофамина может возникать депрессия. Депрессия, которую изучают психиатры. дефицитарное заболевание. В случае нехватки дофамина может возникать паркинсонизм. То есть, это все дефицитарное, лечат разные врачи, хотя мы разделились, но получается все это дефицитарные болезни. Паркинсонизм, эти пациенты очень яркие, заметные, поэтому, естественно, их описали и в старинных трактатах, описали их и в Аюрведе и написали Галена об этом и Леонардо да Винчи в 15-м. А за 100 лет до Великой Октябрьской революции впервые появилась в публицистике в Лондоне была опубликована эссе «Одражательном пророче Джеймсе Паркинсоне». И, собственно, его именем эта болезнь и назвали. Да, вот как, например, Альцгеймер, это был Алоис Альцгеймер, психиатр, который первый раз описал больную и ее мозг с патологией памяти и назвали тоже по его имени. То есть, вот этим товарищами их имя поминают в Суе после их смерти многократно и все болезни, то, что они открыли, описываются их именами в 17-м году. Ну, а потом, естественно, великие ученые потом продолжили это дело и описали уже это заболевание. Дальше и через, получается, 80-17, лет через 60, уже Шарко говорит, давайте мы это назовем болезнь Паркинсона или Паркинсонизм, как мы сейчас говорим, или Паркинсонический синдром. И он сейчас, собственно, закрепилось такое название. Шесть минут на переподключение к лекции номер пять, которая у нас начнется в 10-30. А сейчас вам шесть минут отдыха. Шесть минут отдыха и в 10-30 я вас жду по третьей ссылке. На третью ссылочку, пожалуйста, переходите. на третью ссылку.